Будни российского чиновника обычно сводятся к решению двух важных для него вопросов. Как бы еще что своровать? И что бы еще такого запретить? Если с первой задачей он справляется блестяще, то со второй чем дальше, тем сложнее, особенно если дело касается блокировок интернета. И вновь потанцевать с бубном решили вокруг VPN-сервисов. VPN особенно бесплатно. Это вообще портал в ад. Про очередную попытку кремлевских чинуш и их информационный эскорт ограничить доступ к правде расскажу вам я, Олег Борисов, в новом выпуске программы «Давайте проверим». Поехали! С 1 марта в России заблокируют все VPN. Такие заголовки на днях заполонили Рунет. Первоисточник «Надежнее некуда». Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета. Провластная общественная организация, которая мониторит, чтобы россияне использовали глобальную сеть идеологически, правильно и патриотично. По источникам интернета с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут заблокированы. Скажите, пожалуйста, правдива ли эта информация? Да, привет. Скорее всего, это именно так. Не так. Это тот самый случай, когда желаемая Мизулина выдала за действительное. Причем остепенили ее свои же коллеги из подобной цензурной организации «Роскомнадзор». Там уточнили, что речь идет о запрете популяризовать VPN-сервисы. Они бы сами рады их все заблокировать, но безуспешно бьются над этим почти 8 лет. В России сегодня вступает в силу закон, который обязывает VPN-сервисы и анонимайзеры блокировать доступ на сайты, официально запрещенные в стране. Если VPN-сервис или анонимайзер не подключился к черному списку «Роскомнадзора», то его могут заблокировать в России. Данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов, в том числе и россиян, были обнаружены в открытом доступе. Роскомнадзор блокирует так называемые VPN-сервисы. Об этом заявили в Госдуме. Появилась информация, что Роскомнадзор запретит VPN и объявит войну всем сервисам. Обычно все попытки что-то заблокировать заканчивались глобальным сбоем в работе системы. Последний, кстати, был 30 января, когда Рунет на несколько часов прилег отдохнуть. Поэтому пока в Кремле пытаются отпугнуть россиян от сервиса «Ведущих правде» всякими страшилками. VPN особенно бесплатно. Это вообще портал в ад. Потому что ваши данные выкачиваются с устройства бесконечно. И они абсолютно уязвимы, они передаются третьим лицам. Таким образом многие попадают и в лапы мошенников, и других нехороших людей. С точки зрения безопасности вашей личной и вашего гаджета, этими приложениями абсолютно точно пользоваться нельзя. На черный пиар из федерального бюджета рекой текут миллионы рублей. Большая часть, видимо, оседает в карманах дельцов. Или как еще объяснить появление таких вот бездарных агитационных роликов? Энергетика 2? Да, 2. Паспорт нужно показать? Да я и так все знаю. Степанова Мария Александровна. 2 февраля 2002 года рождения. Город Москва. Зарегистрирована по адресу Ленинский проспект, дом 20, квартира 89. Откуда вы это товары по акции желаете? И все-таки удивительно. У нас первое свидание, а ты знаешь меня как будто всю жизнь. Это еще что? Твоего бывшего звали Ваня. Твой ИНН 432 812 004 611. А вчера весь вечер ты просидела в нем со своим котом Тимой под Бриджин Джонс. А откуда это все? Здрасте, я на собеседовании. Я Борисов... Борисов Константин. Давайте-ка перечислю ваши достоинства. Любитель компьютерных игр и сомнительных сайтов. Живете в двушке в Жулебино. Второй год не платите алименты. А самое главное ваше достоинство. Я, пожалуй, пойду. Все это мнимая забота о сохранности личных данных граждан. Но серьезно? В стране, где у госслужащих или работников банков за несколько рублей можно выкупить сканы паспортов, а ФСБшники прослушивают разговоры и читают переписки, будут заботиться об утечке личной информации? Едва ли. Суть кроется в другом. В условиях тотальной информационной блокады в России VPN-сервисы становятся угрозой номер один для кремлевской цензуры в сети. Он же в мире свободен. Ну давай посадим 100 человек, которые пользуются VPN. Нужно понимать, что кампания по дискредитации VPN-сервисов и их блокировке это один из подготовительных этапов к созданию в Российской Федерации чебурнета внутренней изолированной сети образца КНДР. Именно туда и катится сегодняшняя Россия. На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. Ну а с меня новый выпуск программы. Давайте проверим. Пока.